Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работу художников, знакомиться с их автобиографией. Французский художник, портретист, анималист, специализирующий на изображении лошадей. Ему мы обязаны литографиями. Пьер Альфред Дедре, известный как Альфред Дедре. Я пользуюсь википедией. Пьер Альфред, первый ребенок и единственный сын Пьера Анн Дедре, архитектора, и Элизабет Аделаиды Кавиин. Родился 23 марта 1810 года в Париже. Альфред некоторое время жил со своей семьей на Вилле Медич. Его отец получил в 1815 году грант при Рима в области архитектуры за проект, предназначенный для политехнической школы. Теодор Жирико, друг семьи, приезжает навестить их. Он изобразит юного Альфреда и его сестру Элизу. В 1823 году по настоянию своего дяди, художника Пьера Жозефа Дедре Дарси, он изучал живопись у Теодора Жирико, а затем у Леона Когне. Его первое большое полотно датируется 1825 годом. Это копия Мазепы Теодора Жирико. В 1831 году впервые выставился в Парижском салоне. Регулярно выставлялся там до 1859 года. В 1860 он написал первый конный портрет герцога Орлеанского, сына Луи Филиппа I. Его рекомендовали жену Изабе, что позволило ему работать в мастерской этого художника. В 1842 получил первый государственный заказ на конный портрет герцога Орлеанской и его гвардии. В 1844 году сопровождал короля Луи Филиппа в официальной поездке в Англию. В результате этого путешествия он совершил множество поездок за Ла-Манш. В 1848 году последовал за Луи Филиппом по дороге в изгнание в Англию и получил признание английской аристократии, чьи многочисленные конные портреты он написал. В 1852 вернулся в Париж и основал свою мастерскую. 16 августа 1857 года был назначен кавалером Ордена Почетного Легиона. В это время он делил свою мастерскую с полем Гаварни. Умер 5 марта 1860 года от абсцесса печени. Похоронен на кладбище Перлаше. Вот так вкратце из переводной википедии о французском художнике, портретисте, анималисте Пьер Альфред Дедре, известный как Альфред Дедре. Пока-пока, до свидания, смотрим Работу. Субтитры создавал DimaTorzok